Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей, и сегодня Роберт Шиэн и Том Хоппер, любители во что-нибудь поиграть и потрепать языком, сыграют в игру, кто скорее всего, причем конкретно только между друг другом, то есть выбирать других участников каста было нельзя, так что кое-кого сегодня выведут на чистую воду, и мы узнаем парочку потаенных секретиков, о которых даже не подозревали. Ну и конечно, параллельно мы с вами нарисуем небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти, или на самом канале, все ссылки в описании. Итак, первый вопрос, кто скорее всего будет разыгрывать и прикалываться над своими коллегами на съемочной площадке? Роб. Да, наверное я. Он тот еще шутник, что касаемо Роберто. И это хорошо проявляется на съемочной площадке, когда ты делаешь выкрутасы, которые заставят нас ржать. Я люблю работать с Робом, потому что я с ним никогда не знаю, что будет дальше. Мне нравится, когда держат в тонусе. То есть очевидно, что какие-то дубли снова и снова нужно повторять. У Роба их все выходят сделать разными. Так что, да, это очень однообразно. Однообразно. А потом из дублей можно выбирать, потому что то, что отрепетировано, я думаю, что они понимают, что люди могут идти слишком прямолинейно по изначально поставленной сцене. Да. И начиная это снова и снова, сцена теряет в своей достоверности. Я думаю, что при внесении спонтанности в это все дело, оно как бы исправляет всю эту ситуацию. Обычно я начинаю ржать. Там, где не надо. Ну, это или пищевая пленка на унитазе. Одно из двух. Понимаешь, всегда работает. Здесь можно сказать, что Роберту скоро вновь предстоит развлекать Тома на съемках. Так как похоже, что создателям сериала, что актерам, уже совсем не втерпешь приступить к съемкам третьего сезона. Причем настолько, что съемки могут начаться даже раньше февраля, как было запланировано изначально. Стив Блэкман, создатель сериала, уже давно показал название первого эпизода третьего сезона, который называется «Встреча с семьей». Джастин Эйч Мин сообщил, что у них уже была первая читка сценария. Да и Дэвид Кастанеда далеко не ушел и с этой же читки выставил вот такую вот фотографию, показывая, что ребятки уже все, готовы на полную. Так что, возможно, в ближайшее время или в течение февраля нас могли бы порадовать даже небольшими сливами со съемок. Но это, конечно же, не точно. Актеры и съемочная команда сериала всегда должны быть в курсе даже малейших изменений в съемочном процессе. Или быть в курсе поставленных задач, что делать, куда идти и так далее. Поэтому для этого у них существуют различные групповые чаты. Но, скажем, не всем дано их своевременно читать. Так вот, кто, скорее всего, проигнорирует групповой чат? Роб. Роб, да? Я знаю это, потому что был с ним во многих групповых чатах. Если там кто-то обижается на это, то, возможно, наши, знаешь, взаимоотношения были не такими... Да, крепкими... Да, так и есть. То есть я вот тебя знаю, Роб, и ты всегда доберешься потом до этого. Да, да, да. То есть ты не идешь по чьему-то расписанию. То есть я знаю, что Роб все равно потом к этому придет и разберется со всем по пунктикам. Но он не станет все делать по щелчку тогда, когда это делают все остальные, то есть... Мне бы подошло что-то из более примитивных вещей или цифровых носителей. Знаешь, я с большим подозрением отношусь ко всем технологиям. А, ну тогда ясно, тогда будет проще просто приходить к Роберту домой или нанять ему личного писаря, который будет ходить с пачкой стикеров и переписывать туда сообщения с чата, а потом цеплять их на холодильник. Роберт такой Роберт. Следующим вопросом было, кто, скорее всего, будет красоваться перед зеркалом? То есть, наверное, слишком сильно озабочен своим внешним видом? Я скажу том, потому что Роб и так уже был два раза подряд. Но так-то это может быть любой из нас. Я представил себе, что... Ну да, вообще это я. Ты... Я думаю... Да, ты меньше паришься об этом. Ты... Да, я думаю... Да, ты бы не зашел так далеко, как я, конечно. Во время съемок любого проекта актерам зачастую сложновато удержаться от того, чтобы чего-нибудь не стыбзить на память со съемок. Хотя, если правила на этот счет жесткие, то тут, конечно, ничего не поделаешь. Но есть у нас отдельные личности. И следующий вопрос, кто, скорее всего, стыбзит что-нибудь со съемочной площадки? Роб. Роб, потому что... Да, было несколько вещичек в течение многих лет. Но на самом деле, то, что я спер в последний раз, было достаточно интересным. Это книга о Марио Антуанетте, что я нашел на съемочной площадке, так? И в самом... В самом начале он показывает... Карту Западной Европы, которая известна еще с конца 1700-х годов. Это было реально захватывающе, потому что... Это был совсем другой мир тогда, понимаешь? Совсем другие... Границы... Да, это правда. И ты такой просто, вау, да это совсем другой мир. Вау, надо ее стырить. И как они там, например, растили детей и... Налево и направо заключали всякие союзнические пакты. Понимаешь? Правдивая Франция, это все связано со Францией. Марио Антуанетте, ты сразу же выйдешь с Луи Като и вперед. Интересная схема. Надо же так наткнуться там на эту книжку. Да так зачитаться, что потом просто спереть. Хотя, думаю, в качестве реквизита их там было просто завались. Поэтому без труда, наверное, было ее забрать. Но сам факт такого микро-преступления во имя получения знаний поражает, конечно. Ну а в третьем сезоне, как мы знаем, у нас появятся новые ребята. Парочка из которых, может быть, тоже на память себе стырит по книжечке. И Стив Блэкман на своей страничке даже поделился тем, как у них проходят онлайн-встречи. Можно заметить, что на ней присутствует Джастин Корнуэлл, исполнитель роли Маркуса из Академии Воробьев, Джейк Эпштейн, он же Альфонсо, а также Кейзи Дэвид, которая Джейми и Генезис Родригес, которая Слоун. Ну а также остальные, уже привычные нам Дэвид Кастанеда, Том Хоппер, Эми Реверлэмпман, Элиот Пейдж и почему-то без камеры Джастин Эйч Мин. Также интересно, что там присутствует и актриса Джордан Робинс, которая исполнила роль Грейс, что однозначно намекает на то, что нам стоит ее ждать в третьем сезоне. Ну а теперь пришло время главного вопроса. Кто, скорее всего, упьется в хлам на вечеринке? Ну это опять Роберт. Да, это снова Роберто. Я так не пью, так что... Да, тут у тебя жестокая конкуренция. Простым методом исключения это точно Роб. Я вырос в Ирландии, и поэтому было всегда легко, легчайше столкнуться с горой Бухла, понимаешь? Так что это подтолкнуло немного растерять самообладание, понимаешь? Знаешь, я думаю, что ирландцы просто совсем по-другому воспринимают еду, то есть выпивку. Потому что я рассказывал тебе эту историю про Гиннес, принесите мне Гиннес. Нет. Сразу скажу, что Гиннес это пивной ирландский бренд. То есть это ирландское пиво с крепостью от нуля до восьми процентов. Я снимался в фильме в Ирландии, и там был старичок, который работал вместе с нами. Он говорит, «Эй, Том, позволь купить тебе Гиннес». И я такой, «А, спасибо, конечно, но я не пью». А он такой, «А, ну ты можешь выпить Гиннес». И я, «Не-не, я не пью». «Да, но ты будешь Гиннес». «Да, да». То есть это типа даже не алкоголь. Типа так, для ирландцев. Вот примерно так, наверное, Роберт в Ирландии и спился. Во всем виноват какой-то ирландский старичок. Том, наверное, тоже, если бы годик в Ирландии пожил, в итоге бы не выдержал. Но очевидно, что в кто, скорее всего, Роберт лидирует. И Тому до него как до луны, несмотря на то, что Лютер на луне уже побывал. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в Инстаграм. А на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok